Дон Жуан Вот он добился славы, и вот что теперь с этой дальше славой делать? Его любят женщины, он богат, знаменит, но счастье ему это все так и не принесло. А другие люди хотят с ним поквитаться. И вот история про то, как они пытаются всю эту историю разрулить. Ну и, конечно, любовь, понятное дело. Ему нужно будет сделать выбор, либо погибнуть, спасая женщину, понятное дело, он же Дон Жуан, либо остаться живым. Что он выберет, покажет в финал спектакля. Режиссер постановки Артем Каграманян называет своего Дон Жуана уставшим супергероем, которому надоела слава. Эта идея пришла в голову нашему режиссеру Артему Каграманяну. Когда мы выпускали еще мюзикл «Чайка», они с Иваном Ожогиным долго обсуждали, искали роль для Ивана. И вот пришла именно идея сделать его Дон Жуаном и поставить пьесу про этого персонажа. Мы не делали кастинг, честно скажу, поскольку мы очень много актеров знаем, со всеми работали, и мы сразу представляли в голове определенных артистов. То есть, когда читаешь пьес, ты сразу представляешь, так, а, это может быть Оскар Кучера. А вот это хороший род для Алики Смеховой. На этой репетиции многие актеры увидели друг друга в первый раз. Знакомство с партнерами и режиссером прошло под прицелами телекамер и фотоаппаратов. Но творческому процессу журналисты не помешали. Станет красивой и желанной. Да, только мы не играем, понимаете, я понимаю, что первый раз в «Чинке», вы там в «Юзиклах» играли, мы не играем в «Снегурочке». На самом деле, мы это простая, слушай, мужик появился, и я сделаю все, чтобы он отсюда не ушел. Это трагикомедия. Первый акт смешной, а вот во втором зрителю придется призадуматься. Исполнитель главной роли Ивана Жогин признается, такого персонажа он еще не играл. Поэтому мне будет очень интересно найти правду существования и мотивацию его поступков, его характер, его пластику. Будет прям так масштабно. И драки на шпагах, и сценический бой, и юмор, и комедия, и трагедия. То есть полный спектр всех эмоций. На репетиции Ивана удалось немного познакомиться и с музыкальным материалом. Композитор Андрей Пурчинский говорит, хотел поженить в своем «Дон Жуане», «Бродвей», «Европейскую школу» и «Рок». По словам артистов, ему это удалось. Не могу сказать, что это банально, это очень интересно. Здесь есть и Испания, здесь есть и современная музыка, и рок, звучание. То есть по характеру мне пока все нравится. Оскару Кучеря в постановке досталась роль исполнителя. Именно так будет написано во всех программках. А во время спектакля зрителей ждет сюрприз. Я – смерть. Я исполняю последнюю, как говорится. Даже не знаю, как, не желание последнее, не. В общем, я исполняю эту жизнь. Мой персонаж говорит о том, что, вы знаете, я человек маленький. Можно сказать, незаметный даже. А вот люди, которые меня послали, это большие люди. Актер признается, когда первый раз читал сценарий и сам не сразу понял, кто на самом деле его герой. Оскар Кучера уверен, новый «Дон Жуан» – это не мюзикл, а музыкальный спектакль. Вы знаете, в мюзикле, как мне кажется, основная идея – поведать историю посредством песен. Здесь же песни начинают звучать тогда, когда не хватает слов. «Дон Жуан» – это человек, который каждый раз в каждую женщину искренне влюбляется и отдает всего себя, пусть на то короткое время, которое он с ней пребывает. Он не пользуется женщиной, а женщины пользуются им. Премьера спектакля состоится в апреле на сцене Санкт-Петербургского мюзик-холла. В Москву постановка приедет осенью 2020-го. Ольга Бубнова, Дмитрий Головко, ТВ Брикс.